Прежде чем начать обзор оперативки, произошедшей в минувший понедельник в Белом доме, я бы хотел сделать маленькое объявление, касающееся РКБ. В прошлой передаче, не в стриме, а в прошлой передаче «Открытой политики» я допустил досадную ошибку, десятки раз произнеся РКБ, РКБ, РКБ имени Куватова, имени Куватова и так далее, однажды оговорился и сказал РКБ-2. Так вот, РКБ-2 – это совершенно другая клиника, другое медицинское учреждение. Я знаю, что вот эта оговорка вызвала некоторую панику в кругах врачей и недовольство главврача РКБ-2. Так вот, я вношу это уточнение. Конечно же, речь шла про РКБ имени Куватова, а замечательная и мной любимая больница РКБ-2 сейчас находится вне зоны всяких подозрений, тем более, что обслуживает она исключительно чиновников и сливки общества. Соответственно, никаких подобных проявлений, как в РКБ имени Куватова, там просто по определению быть не может. Переходим к обзору оперативного совещания в Белом доме. Из особенностей, которые я заметил в начале оперативного совещания, это то, что совещание было действительно очень длинным и насыщенным. Девять вопросов аж целых там обсуждалось, и все они были достаточно важными. И отсутствие господина Сидякина. Александр Геннадьевич, видимо, куда-то съехал, хотя командировки запрещены. И вместо него в зале торчал Кельсинбаев, который бесконечно чесался, ежился вообще, вел себя совершенно неприлично. Пожалуй, верните-ка нам Александра Геннадьевича. Он и веселее, и презентабельнее смотрится. Во вступительном слове Хабиров, как обычно, рассказал о кадровых перестановках. Он поведал нам, что наконец-то Совет Зелоерского района утвердил Борю Мелкоедова главой этого замечательного района. И показали даже нам Бориса Николаевича в маске почему-то перед камерой. Ну ладно, это теперь дресс-код такой для чиновников. Они даже перед камерой в своем кабинете сидят в масках. Но все равно мы все узнали Бориса Николаевича. Его трудно не узнать. Я припомнил такой момент, интересный из нашей совместной истории. Лет 6-7 назад, да, наверное, 7, мы вместе с Борисом Николаевичем учились в замечательном городе Сингапуре. И вот там он как раз мне и сказал эту памятную фразу, что главное в работе чиновника – это вовремя съехать. В общем, в сложившихся обстоятельствах, конечно, нельзя не отметить прозорливости Бориса Николаевича. В общем, теперь у нас полноправный глава Зелоерского района. Также Хабиров рассказал нам, что в городе Салаватия сменился мэр. Это вообще загадочная история. Никто не знает, почему это произошло. Господин Халилов покинул пост мэра, и на его место пришел бывший замминистра Миронов. При этом Хабиров сказал, что Халилов остается в обойме, и мы договорились. Конец цитаты. О чем там они договорились? Ну это опять из разряда тайных договоренностей. Но вообще остается, конечно, загадочная вот эта внезапная отставка. Это Халилова поездка на прошлой неделе в Салават самого Хабирова. Очевидно, что о чем-то они очень интересном договорились. Но, в общем, пока ждем деталей. Далее Хабиров тезисно очертил картину, которая складывается в Башкортостане на данный момент. В частности, он сказал, что ситуация в Башкирии непростая. Когда появляются очаги, и все наше искусство, цитирую я Хабирова, искусство и умение должны быть направлены на борьбу с этими очагами. Но до конца непонятно, о каком искусстве идет речь. Видимо, об искусстве управления государством и обществом. Ну, в общем, вот так. Отдельно Хабиров обратил внимание глав районов и городов на то, что в РБ 6425 человек содержатся в социальных стационарах. Это интернаты, дома престарелых, специальные учреждения для инвалидов и так далее. А еще 4500 человек обслуживают этих постояльцев в этих стационарах. Соответственно, почти 11000 человек вовлечены в эту деятельность. Главам районов Хабиров отдельно поставил на вид, чтобы они лично занялись безопасностью от коронавируса в этих заведениях. Во многом это заведения закрытого типа, и, конечно же, распространение там, внутри этого заболевания, будет стремительным. Судя по всему, к такому заявлению, к такому призыву, Хабиров повергла ситуация в лечебных заведениях города Уфы и Республики Башкортостан, где случилось вот это вот безобразие с повальным распространением коронавируса на семь крупных лечебных заведений или уже больше, потому что с каждым часом приходят сообщения о том, что то 21-я больница закрывается на карантин, то еще какие-то. В общем, судя по всему, вот это вот и вызвало необходимость говорить о стационарах для людей с ограниченными возможностями или стариков. Далее последовал довольно краткий доклад господина Назарова, который становится традиционным докладчиком уже на этих оперативках, ввиду того, что он закономерным образом курирует экономический блок. Андрей Геннадьевич сообщил нам, что в очередной раз меняется список предприятий, которым разрешено работать в условиях ограниченных возможностей для предприятий экономики. Я имею в виду вот этот список предприятий, которые разрешено работать в период борьбы с коронавирусом. Так вот, в частности, с вторника, видимо, 14 апреля открываются салоны оптики и парикмахерские. Но оговорено, что парикмахерские могут оказывать только услуги стрижки и никакие другие, связанные с всевозможным повышенным, видимо, контактом между парикмахером и клиентом. Как ни странно, были открыты ломбарды, судя по словам господина Назарова, но какая-то конкретная сеть ломбардов, он не назвал название, закрывается в связи с тем, что они допустили ряд грубых нарушений. Именно нарушений правил и мер санитарной безопасности. Также Назаров сообщил нам, что правительство тщательным образом проверяет соблюдение вот этих правил санитарной безопасности в сетевых магазинах, которые торгуют продуктами. И на прошлой неделе выявлены грубые нарушения со стороны сетей «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток». Один из магазинов «Магнит» на революционной 70 дробь 1 до сих пор закрыт по решению компетентных органов и так далее. Ряд магазинов временно закрыты, но на этом магазине он отдельно остановился. И Назаров сказал, что в случае, если эти нарушения будут продолжаться, то у него и у его подчиненных есть полномочия закрывать магазины сначала на трое суток, потом на 14 суток при повторном нарушении, а в третий раз, если будет нарушение выявлено, то и бессрочно, до окончания карантинных мер. Отрадно, конечно, то, что контроль происходит. Совершенно характерно, что «Магнит», «Пятерочка» попали в этот список, потому что лично мое мнение о их вообще санитарном уровне весьма невысокое. Но, может быть, Назарову удастся навести порядок в этих сетях. Господин Назаров сообщил, что ситуационный центр в Конгресс-холле уже работает, проходят ежедневные совещания с банками, бизнес-шерифами и сотрудниками районов. Речь идет о том, что этот ситуационный центр пытается каким-то образом сбалансировать работу экономики, работу предприятий, которым разрешено работать в эти нелегкие дни, а также, видимо, ведет некую консультационную работу по разъяснению тех прав и возможностей, которые появились у других предприятий в части получения каких-то льгот, каких-то компенсаций и помощи. Назаров и не скрывает того, что вот этот ситуационный центр – это прообраз центра управления регионом, который он вот уже было собрался создать перед самой эпидемией. И именно тот центр управления регионом, который будет создан по образу и подобию Подмосковья, и который, по мнению господина Назарова, успешно работает в Подмосковье, и они хотят его теперь транслировать нам сюда, в Уфу. «Выслушав Назарова, Хабиров сделал заявление о том, что экономика и работа предприятий – это первый вопрос, а второй вопрос, второй вектор – это подготовка здравоохранения в этих условиях». Конец цитаты. Честно говоря, меня вот это заявление Хабирова немного смутило в том смысле, что буквально одно-два совещания назад экономика стояла на втором месте, а здоровье граждан стояло на первом месте. И уже, видимо, вот как-то поменялись эти приоритеты. Судя по всему, тут, конечно, изобилин с этой Саратлановой, внесли свою лепту в настроение Хабирова. Здравоохранение окончательно перестало слушаться руководства республики, и, видимо, вот таким образом сместились приоритеты, потому что совершенно противоположным образом звучит вот эта вот развесовка. Ну, не знаю, почему так, но теперь, в общем, у нас экономика будет на первом плане. Хотя, как говорится, время покажет. Есть несколько версий того, что сейчас важнее. Вот, например, господин Лукашенко четко обозначил, что экономика важнее. Путин пока все еще считает, что здоровье велик граждан. В общем, мнения разделились. Далее, собственно, заговорили о здоровье населения. И выступил с докладом господин Забелин. Доклад у него назывался очень длинно. О мобилизации системы здравоохранения и создании безопасных условий. Работы для персонала медицинских организаций, оказывающих помощь пациентам с COVID-19. Вот такое длинное, заковыристое название. Максим Васильевич поведал нам о печальной статистике, связанной с COVID-19. На 13 апреля 107 заболевших. Двое выздоровело. Почему-то двое. Потому что совсем недавно мы говорили, что у нас уже есть 5 выздоровевших. Ну ладно, может, оговорился. Хотя проблем с цифрами на этом совещании было предостаточно. Госпитализировано с подозрением на инфекцию COVID-19 262 человека. Самоизолируется 6491. И в обсерваторе находится 5. Также Забелин поведал о том, что он развернул аж 11 лабораторий, судя по всему, того самого промежуточного анализа на COVID-19. Тестирование все равно не проходит полноценно в Уфе. И все равно его нужно где-то там подтверждать. Идет это очень долго. И с этим, кстати, связано много проблем. Проведен 1791 тест за сутки. И так и непонятно, где эти обещанные им же Забелином 3000 тестов в сутки. Вот это вот бесконечное вранье накручивание цифр со стороны этого недоофицера, в общем, конечно, начинает раздражать. Также, значит, перепрофилировано 757 коек. И откуда-то там надо было 77 ИВЛ, которыми эти койки оснастил. Общее количество коек инфекционного профиля будет составлять, внимание, будет составлять к 28 апреля 2630. Напомню, что вот этот вот недоофицер еще 3 апреля нам репортовал о том, что у него 2785 коек. Но удивляться тут нечему. У недоофицера, который недозастрелился, в общем-то, после всех вот этих событий, на самом деле, конечно, огромные потери. Все вот эти вот больницы, которые закрыты на карантин, это потери коек, на которые нельзя уложить ни больных коронавирусом, ни какими-либо другими заболеваниями. Господин Забелин начал рассказывать нам о ситуации в РКБ имени Куватова и сообщил нам, что там находится на данный момент 604 пациента и 615 сотрудников. То есть это не только врачи, но это и весь и технический обслуживающий персонал. 1219 человек находятся в заточении в этой крупнейшей республике больницы. По словам Забелина, и вопреки заявлениям многих, находящихся сейчас в РКБ, все там прекрасно, замечательно, все обеспечены, значит, персональными средствами защиты, питанием, лекарствами в необходимом объеме. Тут много на эту тему всяких рассуждений и мнений. Вчера интернет был заполнен восторженными заявлениями людей, абсолютно непричастных ни к здравоохранению, ни даже к этой сфере, о том, как прекрасно и как, значит, похорошела жизнь в РКБ имени Куватова с приходом туда коронавируса. Большего цинизма от нашей медийной тусовочки я, честно говоря, не ожидал, но, тем не менее, вот раскудахтались так, что прямо даже смешно. Но вернемся к рассказам недоофицера Забелина. 40 заболевших, по его мнению, в РКБ сейчас, на данный момент, хотя на самом деле, де-факто, де-юре и вообще, как говорится, полностью, тесты все еще не сделаны. Но Забелин говорит, 40 заболевших, 28 пациентов и 12 сотрудников персонала. Это говорит о том, что проникновение вируса происходило, ну, таким полноценным, широким образом, потому что многочисленность заболевших среди медицинского персонала говорит о том, что инфекция никак не купировалась, не контролировалась долгое время, соответственно, ну, вот результат мы видим. С цифрами, конечно, сейчас будут играть, будут их завирать, замалчивать, потому что если действительно начнет подтверждаться вот эта вот заболеваемость у многих сотен, а напомню, только в стенах РКБ сейчас, на данный момент, 1219 человек, то, конечно, статистика потащит Башкортостан на первые места по России, и, конечно, тут будут очень тяжелые последствия, которые наступят, например, для госпожи Сырклановой, для господина Забелина, и, не дай бог, для кого-нибудь еще и повыше. Потому, конечно, теперь я полагаю, что все силы ведомства Забелина, Сырклановой и пристегнутых к ним пропагандистов в виде там вот Мурзагулова и прочей, значит, швали, они будут направлены исключительно на оккупирование статистики, а не оккупирование заболеваемости. Вот это, конечно, очень печально. Продолжим рассуждать о том, что нам наговорил Забелин. Он сообщил, что карантинные мероприятия были введены в городе Стрелятамак, Октябрьский, Билибей, Мелиуз. В Мелиузе, в частности, они закончены. Имеется в виду карантинные мероприятия в лечебных заведениях этих городов. Очень сложно оценивать, на самом деле, ситуацию с этой точки зрения, потому что она развивается буквально онлайн. К вечеру вчерашнего дня, к вечеру понедельника, 13 апреля, стало известно о закрытии самой крупной больницы в Республике Башкортостан, я имею в виду 21-ю больницу. Причем действия главврача 21-й больницы, как раз вопреки действиям господи Сарклановой, абсолютно адекватные. Как только была обнаружена внебольничная пневмония, тут же были предприняты первичные меры по изоляции, по разделению зон. Как только предварительно подтвердился диагноз у больного наличие COVID-19, больница была закрыта на карантин. Вот это грамотный, настоящий подход настоящего врача. Вот присмотреться бы к этому человеку, когда начнут рассуждать и подбирать нам нового министра здравоохранения. Далее случилась реакция Хабирова на доклад Забелина и вообще на эту ситуацию с РКБ. Вот, пожалуй, что сама эта реакция важнее даже, чем вот этот бесцветный доклад Забелина. Мы все ждали, что будет дальше, ну, в отношении госпожи Сарклановой, Забелина и вообще всей этой ситуации. После визита в больницу в РКБ имени Куватова самого Хабирова, и, честно говоря, я глубочайшим образом разочарован, ну, как, наверное, и многие другие. Ну, еще в больнице, когда туда приехал Хабиров, он начал, значит, свою точку зрения высказывать. Он сказал, чтобы мадам Саркланова никого не боялась и работала дальше. Ну, кого ей бояться, собственно, не вирусы же. И теперь Хабиров, собственно, подтвердил вот эту свою точку зрения. Процитирую его, чтобы было понятно, как он оценивает на данный момент ситуацию с коронавирусом в республике. Все нормально, движемся вперед, иллюзий быть не должно. Инфекция постучалась к нам в дверь. Самое главное, Максим Васильевич, научиться на ситуации РКБ тревожит Хабирова то, что вот при таких ситуациях выбивается, как он сказал, огромный пласт врачей. Создайте, Максим Васильевич, медицинский штаб. Конец цитаты. Вот, честно говоря, после этой реакции на вот это все, ну, первый вопрос, а что, штаба не было разве? Минуточку, вот эти ваши все полувоенные образования, ночные райкомы и прочее, вот это все, вот это не штабы, да, теперь будет настоящий штаб, да? Знамя поднимите над этим, над чердаком, да? Сядете там, значит, с этими, с биноклями, ну, в общем, понятно. И хотелось бы тоже отметить, что действительно, инфекция только постучалась к нам в дверь. Еще ничего не происходит. А Минздрав наш уже обделался. Что будет, когда инфекция по-настоящему придет в Башкортостан? В общем, конечно, тут наверняка сработала та история, там, своих не бросаем или еще что-то. Напомню, что действительно у Забельна очень крепкая московская крыша, как поговаривают в лице самого Дмитрия Анатольевича Медведева, но, как говорится, всему есть предел. Кроме всего прочего, на прошедшей неделе Путин заявил о персональной ответственности чиновников регионов за провал ситуации с коронавирусом. И тут, конечно, самое время было бы проявить некую жесткость. Жесткость, например, я имею в виду со стороны Хабирова, жесткость такую, как, например, к нерадимым автовладельцам, которые ставят свои машины на газонах, да? Ведь каленым железом было приказано выжигать. Беспощадно, не забудем, не простим, говорил Хабиров в отношении людей, которые нарушают, например, самоизоляцию прибыв из Москвы или из-за границы. А вот Забелину, Сартлановой уже забыли, да? Я остаюсь на своих позициях, это мое личное мнение, что, конечно же, например, Сартланову нужно немедленно отстранить от руководства больницей, не похлопывать ее по плечу и говорить, работайте, никого не бойтесь, а именно отстранить, потому что человек, очевидно, не способен руководить таким крупным медицинским учреждением и вполне способен в дальнейшем нанести еще больше урона. Ну, а с Забелиным там, как говорится, видно будет, но, честно признаться, вот такой реакции Хабирова никто не ожидал. Ну, и завершая резюме по докладу Забелина, Хабиров сказал, чтобы всем сотрудникам, врачам в РКБ заплатили, значит, сколько можно там по указу, по всем нормам, прошу врачей потерпеть, сказал Хабиров. Надо показать кадры, как люди страдают под ИВЛ, зачем-то сказал Хабиров. То есть, видимо, опять пугануть кого-то надо. Кстати говоря, о деньгах. Ну да, действительно, там по 50-80 тысяч в месяц будут выплачивать тем, кто работает с COVID-19 из числа медперсонала, а вот несчастным заболевшим по вине руководства больницы, ведь заболевшие имеют право на компенсацию. Вот об этом сейчас будут много говорить. И действительно, потому что даже те, кому посчастливится остаться в живых, они имеют право на компенсацию, потому что они заболели в стенах медицинского учреждения, прибыв туда вовсе не по причине, например, вот этого вируса. Как говорится, про деньги, наверное, чуть позже. Тем не менее, Хабиров повелел выплатить всем работникам РКБ вот эти вот премиальные и прочие суммы. Третьим на оперативке был доклад Шильдеева Александра Николаевича о производстве средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств в республике Башкортостан. Он бодренько сообщил, что уже 63 предприятия у него вовлечено в этот замечательный процесс. Изготовлено за месяц полтора миллиона масок. 910 тысяч из них отгружено в аптеке, кстати говоря. Хотя вот никто из моих знакомых и где-то в сетях ни разу не видел, не заметил пока в продаже этих масок. Но мы помним, как возросла рентабельность этого бизнеса и как здорово сейчас на этом зарабатывают те, кто умеют это делать. Также Шильдеев сообщил, что он пошил 7 тысяч защитных костюмов и сертифицировал их сейчас. И что в этом процессе очень активно участвует почему-то ТПП. Странно, но тем не менее. План у Шильдеева грандиозный. 5 тысяч костюмов в сутки изготавливать и все их передавать Минздраву. Также он хочет изготавливать в сутки 100 тысяч масок. Значит, санитайзеров у него завались за леси. И это очень круто. Хабиров поставил задачу отгружать не 5 тысяч, а 10 тысяч костюмов в сутки. В общем, там маховик закрутился, бизнес заработал. Напомню, что опыт других регионов по решению вот этой проблемы несколько иной. Уже два региона на прошедшей неделе сразу резко получили полный объем масок, которые необходим сразу. Мы тут начинаем шить и зарабатывать. А вот в Казани и в Омске местные бизнесмены, бизнесы, в Казани это была Татнефть, в Омске это были частные предприниматели, организовали доставку сразу грузового самолета с масками и средствами индивидуальной защиты, тем самым перекрыв сразу же потребность в регионе. Тут, конечно, подходики разные. Мы тут изо всех сил выбиваемся, шьем и зарабатываем, а в Казани и в Омске просто взяли и обеспечили. Вот надо бы, наверное, посмотреть на это все. Ну, как говорится, Башкирия, она же всегда у нас это без булды-барабы, значит, вперед и с песнями к хорошим доходам и заработкам. Ну, в общем, тему производства индивидуальных средств защиты пока закрыли. Безусловно, коронавирус внес свои драматические коррективы, в том числе в драматургию оперативок Белого дома. Мы на время потеряли звезду этих шоу Бориса Владимировича Беляева. Я, честно говоря, иногда даже грущу без его замечательных докладов, вот этих вот чехарды цифр, перемены мест слагаемых и прочих математических штучек. Но, как говорится всегда, свято место пусто не бывает. И на место Бориса Владимировича, как ни странно, пришла Ленара Хакимовна. Именно она стала выступать на оперативку по нескольку раз. И, конечно же, именно она принесла ту растерянность, которую я испытываю, от двух ее докладов, которые случились на прошедшем оперативном совещании. Ну, давайте по порядку. Четвертым докладом на оперативном совещании был доклад госпожи Ивановой о работе выездных бригад по осуществлению поквартирного обхода граждан, находящихся на самоизоляции. Ленара Хакимовна рассказала нам некие детали кухни своей работы. Она рассказала о том, что вот эти группы людей, которых они обходят, сначала это были люди, прибывшие за границей, потом, значит, это были люди, прибывшие из Москвы и так далее. Так вот, у нее есть для них специальные клички. Те, кто приехали за границей, кого они обходят поквартирно, те у них называются иностранцы. Люди, прибывающие из Москвы и Санкт-Петербурга, а напомню, их теперь тоже вынуждают 14 дней сидеть дома. Так вот, эти называются просто москвичи. А еще одна категория, которая добавилась на прошедшие недели, это контактеры. Те люди, которые были в контакте с кем-либо из РКБ имени Куватова, а это 3800 с лишним домохозяйств, квартир, семей. Так вот, этих людей Ленар Иванова называет никак не иначе, как хроники. Честно говоря, лексикон госпожи Ивановой, вот после того, как она там упомянула путинские указы, а теперь, значит, вот этих несчастных называет хрониками, вызывает у меня опасения. Вообще, сама по себе Иванова в последнее время предстала во всей красе, и мы становимся свидетелем тому, что раскрывается результат человека, многолетней ее работы, в кавычках, в этом, значит, своем статусе. Ну, хорошо, вернемся к тому, что нам наговорила в первом своем докладе Ленар Хакимовна. Она сообщила, что 93% прибывших из-за рубежа теперь соблюдают карантин. А раньше это было 33%. С восторгом воскликнула Ленар Хакимовна. То есть, вот эту манипуляцию цифрами она причисляет к своей заслуге. Теперь разберемся, что же она на самом деле сказала. Почти 12 тысяч человек, там показания все время путаются у нее, прибыли из-за рубежа в течение последнего месяца. 67% из них сразу же стало носиться по городу и заражать, ну, потенциально заражать всех своими потенциальными вирусами. Завершив свой обмен вот этой микрофлорой, эти самые иностранцы уселись по домам, и Ленар Хакимовна теперь сообщает нам, что 93% из них сидят дома. Достоверность ее данных никаким образом проверено быть не может. Просто она сказала. Но уже, значит, достижение себе прописала. Так вот, Ленар Хакимовна, 67% тех, кого вы, значит, обходили, они свою функцию, значит, вот этих вот вирусных бомб выполнили. И работа ваша в этой части абсолютно бесполезна. Ну, единственным результатом ее может стать только заражение самих вот этих вот бригадиров и трансляция вирусов от квартиры к квартире, пока вы бесконечно ходите между этими тысячами квартиры. Далее госпожа Иванова сообщила, что она уже обошла 1206 контактеров по РКБ, и они на 89% сидят дома. Да я вас уверяю, эти люди, не зная о том, что они превратились в хроников по классификации Ивановой, уже много недель транслируют этот вирус. И более того, трагичность ситуации по РКБ заключена в том, что эти люди не только в Уфе, они еще и по всем городам и районам. В общем, тут деятельность Ивановой и ее эффективность равны абсолютному, точному нулю по Кельвину. Вот это вот хождение между квартирами, стучание в дверь и рассказывание тем, кто там находится, что они должны сидеть дома, помимо того, что юридически не имеет никакой подоплеки, да еще и вот, ну, как бы, некую форму передачи вируса тоже на самом деле напоминает. И отдельным вопросом хотелось бы понять, как же там с персональными данными Леонар Хакимовна широким жестом раздает данные об адресах, заболеваниях, поездках людей, совершенно непонятно кому. Все ваши волонтеры сертифицированы на работу с персональными данными. А вы знаете, что нужно для этого специально отучиться и иметь сертификаты? В общем, конечно, вот тут адский ад. Вот этот колхоз, который нам продемонстрировал госпожа Иванова, он, конечно, никакой критики не выдерживает. Доклады Ивановой очень нравятся Хабирову. Правда, я с тревогой замечаю, что ему стали нравиться вообще любые доклады. Среагировал на доклад Ивановой Хабиров следующим образом. «Этот режим будет эффективен, если мы будем принуждать людей». Конец цитаты. Вот, судя по всему, вот эта государственная садомаза будет продолжена, и продолжаться она будет долго, принуждать, дожимать, выжимать. Но почему-то я ни разу не видел вот этих вот БДСМ-действий, наношение кого-нибудь из подчиненных Хабирова. Может быть, как-нибудь дожмем там Сертланову, или вот там, может, Забелину каких-нибудь там лещей подкинем. Нет, да, не получается, да? Слишком свои, слишком, значит, увязаны они там в строительстве этого дополнительного корпуса или не в этом дело? Нет, да? Ну, в общем, своих не сдаем, да? А жмем народ. Далее последовал, как обычно, бесцветный и бессмысленный доклад господина Касьянова о соблюдении населением режима самоизоляции. Господин Касьянов, конечно, оратор никакой. Из него оратор, что из Шойгу, министр культуры. Ну, в общем, конечно, беда, но, тем не менее, сообщил нам Алексей Анатольевич, что на 12 апреля 23 409 жителей пересекли границу Российской Федерации жителей Башкирии, имеется в виду. Но, правда, из них примерно половина по факту не живут в Башкирии. И дальше вот это все начинается путаница живут, не живут. 626 человек прилетело из Москвы и Санкт-Петербурга за два дня с 10 по 12 апреля. Также господин Касьянов охарактеризовал криминальный фон в республике, который, по его мнению, находится в абсолютной норме. 262 преступления совершены за истекшую неделю. И составлено почти 600 протоколов по нарушению режима самоизоляции. Вот эти вот протоколы, конечно, не дают покоя никому, в том числе и любителю государственного сада МАЗа вот этого насилия, дожимания и выжимания. Но я еще раз скажу, что попытка оштрафовать людей за то, что они вышли на улицу может закончиться очень нехорошо для властей республики и вообще любого региона. Это очень опасная практика. С ней нужно быть очень осторожным, потому что вызвать гнев и без того перенапряженного населения будет проще простого. Далее пошли довольно коротенькие доклады. Доклады в основной своей массе печальные. Не упомянуть о них, наверное, нельзя. Шестым номером в оперативке шел Хажин Айбулат Вакилович, министр образования, который рассказал нам, как у него идут дела в онлайн-образовании. Конечно, это просто безобразная история, которую, на самом деле, надо уже, по-моему, сворачивать. Процитируя Айбулата Вакиловича, который довольно жалким образом нам сообщил, что еще раз он полностью проанализировал платформы и онлайн-трафики. Это дословно. Уже в пятницу количество детей, охваченных дистанционным обучением, составило 311 тысяч. Собственно, что сказал нам Айбулат Вакилович? Он нам сказал, что 35% школьников республики Башкортостан не получают среднего образования на данный момент. Внимание! Не получают. Потому что он не смог организовать для них дистанционного обучения. Вот тут стоит вопрос. Если они и дальше продолжат вот эту практику, то как быть с вопросом неравенства? К окончанию какого-то периода учебного года или даже школы еще чего-то, выяснится, что почти треть школьников не получили среднего образования. О какой конкурентном равенстве можно говорить, что оказывается две трети закончили школу худо-бедно по интернету и вот они теперь имеют право пойти в институт, который может быть к этому времени уже откроется. А треть-то и вообще такого права не получала, потому что у них нет среднего образования. Вот это самое главное, что сказал нам Айбулат Вакилович, а также он что-то там еще лепетал про то, что он, внимание, сократил количество бумажных кейсов. То есть в 21 веке дистанционным обучением считаются бумажные кейсы, то есть на бумаге привозят задание и потом забирают. Ну и еще он отметил, что у него случились там ужасные хакерские атаки и в том числе сами ученики в них приняли участие. Ну конечно такую чудесную интернет-систему создал Айбулат Вакилович, что даже дети могут ее вскрыть и начать показывать порнушку друг другу во время вот этих онлайн-уроков. А вот количественные показатели Айбулата Вакиловича вообще меня просто поразили до отвращения. Оказывается, что вот те 65 или 64 процента, если быть точным, школьников, которые получают онлайн-образование, они получают, как он выяснился, один, а иногда и два урока. Ну в общем, конечно, мрак. Хабиров среагировал на этот доклад довольно-таки обтекаемо, начал рассуждать о том, что 100% не получится никогда, но надо поставить себе какую-то задачу. первую неделю была на троечку, потом Хабиров оговорился, что он запретил ставить двойки школьникам, почему-то сказал, что и самим себе теперь он двойки ставить не будет. Ну в общем, тут какая-то немножко оценочная береберда. Ну понятно, как самому себе двойку поставить. Только пятерку. Ну в общем, на этом тему вот этого дистанционного образования наверное свернули. седьмым вопросом был доклад председателя комитета торговли и защиты прав потребителей Гусева Алексея Николаевича о ситуации на рынке продовольственных товаров. Ну, сообщил он нам о том, что рост цен на овощи и фрукты незначительный и сезонный, потребительская инфляция в Башкирии ниже, чем в 2019 рост цен не превысил 2,3%, а в прошлом году было 5,9%. То есть в этом году даже медленнее все дорожает. И самое главное, гречка у нас в этом году на 10 рублей дешевле, чем по России. То есть вот эта мажорная картина, которая сложила нам Гусев, она совершенно категорическим образом никак не коррелируется с тем, что люди видят в магазинах. Довольно-таки серьезный рост цен и рост не только на продовольственные товары, но и на лекарства. Лично я свидетельствую о том, что лекарства, которые регулярно потребляются, подорожали некоторые из них в три раза. То есть вот и все. Алексей Николаевич, сходите в аптеку, сходите в магазин, посмотрите. И вот эти опасные байки о том, что у нас очень медленно растут цены или не растут совсем, они вот должны быть точно прекращены, иначе потом будет очень трудно все это объяснять. О ходе проведения весенних полевых работ поведал нам министр сельского хозяйства из Рахманов Ильшат Ильдусович. Что это вдруг подряд зачастил, ну в общем вот. Ильшат Ильдусович с присущей ему бодростью и оптимизмом сообщил, что уже 26 районов приступили к полевым работам. В этом году напомню, эти полевые работы вообще происходят и начинаются в Башкортостане на две недели раньше, вот в связи с такими климатическими условиями, которые у нас сложились. Фазрахманов в этот раз был краток, потому сразу же перешел к грустному. Он сообщил, что по его данным с прошлой недели, когда он зафиксировал 15 районов, то есть примерно 25% от общего количества в Башкирии, так вот 15 районов у него на прошлой неделе были категорически не готовы к началу сельхозработ, и Фазрахманов предрекал крах в этих районах по результатам сельскохозяйственного сезона. Так вот, в этом докладе через неделю у Фазрахманова стало все еще хуже. Теперь уже 24 района не готовы к проведению весенних полевых работ по причине накопления минеральных удобрений, то есть недостаточного накопления минеральных удобрений в 7 районах, недостаточного запаса дистоплива, то есть около 10 и чуть больше процентов в 14 районах и не пройден техосмотр техники в 3 районах. Загадочным образом изменились в сторону уменьшения цифры о запасах минеральных удобрений, хотя измениться они с прошлой недели уже никак не могли. Судя по всему Фазрахманов стремительно идет к тому, что ничего не получилось, потому что на прошлой неделе 25 процентов районов были не готовы к сельскохозяйственному сезону, уже на этой неделе это 30 процентов не готовых районов, то есть того и гляди, мы окажемся совсем без сельского хозяйства, а так ведь все хорошо начиналось. Чтобы спасти ситуацию, Фазрахманов решил привлечь к работе студентов, то есть на сезонные работы он планирует привлечь свыше 2000 человек студенческого отряда, которые приедут спасать сельское хозяйство Башкирии. Фазрахманов оговорился о том, что более полутора тысяч человек, у него дефицит людей в сельской местности на полевых работах это механизаторы, водители и так далее, и так далее, однако при этом Фазрахманов ответил, что сельхозработы идут по плану. То есть видимо вот такой был у него план, чтобы треть районов вовсе были не готовы к посевной, Эльшат Эльдусович сообщил, что примерно 10-15% по его мнению так называемых слабых хозяйств вовсе не смогут выйти на поля, им нужно каким-то образом помочь. Необычайный напор министра сельского хозяйства, та скорость, с которой он нам демонстрирует развал сельского хозяйства буквально от недели к неделе, они ошеломляют. Но собственно невозмутим был совершенно Хабиров, он зачем-то стал расспрашивать об ощущениях Фазарахманова, как вот он ощущает, как вот в этом году лучше ощущает или хуже ощущает, чем в прошлом году. Фазарахманов сказал, что, цитирую дословно, потому что это важно, подготовлены более лучше, чем в прошлый раз. Судя по всему, Эльшат Эльдусович нанял себе в пиарщике ту самую Свету из Иванова. Меня зовут Светлана, я из города Иваново. Стали более лучше. Потому что вот эта вот фраза «более лучше» это фирменная фраза вот этой девушки, это, конечно, абсолютно фееричная формулировка, и я теперь ее рекомендую всем, кто вздумает похвалить несуществующие, например, порядок в РКБ вчера я рекомендовал хвалить именно этими терминами, то есть «более лучше» у нас вот становится. Запомните это. Съемки наших выпусков идут в полевых условиях. Упал интернет, и вот приходится теперь менять техническую схему. Приносим свои извинения за сумбур вот в этих вот съемках и качестве съемок и формате съемок, но надеюсь, что главное мы сможем донести это смысл. Продолжим обзор оперативки в Белом Доме. Предпоследним вопросом случился неожиданно вопрос, связанный с ремонтом дорог. Никак не связанный с коронавирусом и связанный с ямочным ремонтом. Докладчиками на этом вопросе по этому вопросу были несколько человек, но Хабиров предварил эти доклады следующими словами. «Это невероятно чувствительная тема», сказал он. «Как только сходит снег, люди гробят свои автомобили». Эта задача одна из первостепенных. Судя по всему, в Хабирова снова вселился капитан очевидность в том смысле, что мы уже много раз слышали и понимаем важность ремонта дорог, но пока не видим никакого прогресса. Также Хабиров констатировал свой неуспех в прошлом сезоне в этой области. Цитирую дословно, «Наши попытки в этой сфере были не очень успешными», сказал Хабиров. «Может быть, надо прекращать попытки и начинать уже работать». Ну ладно, передали слово дальше Разумикину Геннадию Валентиновичу, министру цифрового развития Республики Башкортостан, который стал теперь, видимо, флагманом в работе по ремонту дорог в республике. Господин Разумикин поведал нам, что он оцифровал 100% объектов дорожного хозяйства. 61 352 объекта дорожного хозяйства от маленького переулка до многокилометровой трассы он оцифровал. Немножко отстают Бешбуляхский район, Межгорье и Шарамский район, но буквально на какие-то проценты. А также уже физически проинспектировано 39 36 единиц объектов дорожного хозяйства. Оцифровано 231 795 ям и созданы карточки дефектов. То есть параметры ширина, глубина, длина этой ямы, дата инспектирования, кто инспектировал, все это внесено прекрасно. В частности в Уфе обнаружено 29 378 ям на дорогах и исходя из протяженности уфимских дорог мы понимаем, что каждые 62 метра на уфимской дороге яма. Яма по ГОСТу в смысле это огромное здоровенное выбоино-дефект в дорожном покрытии, а не какая-нибудь вам кочка или ямка. Хабиров напомнил Разумикину, что нужно вводить некий сервис для граждан по обнаружению и оцифрованию этих ям. Это, видимо, впоследствии того, что произошло в прошлом году, когда шли эти жаркие дебаты между Хабировым, Мухаммедьяновым и гражданами республики. Разумикин заверил Хабирову о том, что он тесно работает с Московской областью и системой добродел, что, собственно, в последнее время является заверением в правильности направления работы. Далее слово передали Ульфату Мустафину, который поведал нам совершенно неимоверные вещи, которые очень сильно смахивают либо некомпетентностью, либо враньем. В частности, он сообщил, что он уже уложил в ямы асфальта аж целых 23 тысячи 36 квадратных метров. Вот буквально перед ним за три минуты Разумикин сообщил нам, что в Уфе отремонтировано 2369 ям, и вот эти 23 тысячи квадратных метров они очень легко делятся друг на друга, и мы узнаем, что средняя яма в Уфе это 10 квадратных метров. Ульфат Мансурович, побойтесь бога, ну, у вас вот такая ямка, да, а другая 20 метров, ну, вот такое вот прям вот неприкрытое вранье, либо фальсификация, либо мистификация, я не знаю уж, чем вы там занимаетесь, но, либо это некомпетентность. Непонятно, что наговорил Мустафин, Хабиров напомнил ему, что нужно завершить Пугачевку и улицу Дагестанскую, Мустафин сказал, что к 29 апреля эти обе улицы будут как немецкий автобан, и передали слово Морзаеву Алана Викторовичу. Честно говоря, я не ожидал многого от господина Морзаева, просто вот не ожидал и все, но случилось поразительное и случилось то, на чем стоит заострить внимание и то, что стоит на самом деле обсуждать. начав с заунывных цифр по количеству квадратных метров ям, которые заделаны в Башкирии с начала года, Морзаев внезапно заявил о том, что он сделал грандиозное открытие в области дорожного строительства, и на самом деле здесь я не иронизирую. Единственное, что меня смущает, что Алану Викторовичу удалось сделать это открытие буквально за полторы недели нахождения на его должности, и страшно предположить, что же ему удастся сделать в этой сфере, если он проработает на своем месте хоть сколько-нибудь длительный период времени. В частности, господин Морзаев сообщил нам, что он обнаружил ужасную вещь, а именно, что все прошедшие годы ремонт дорог, ямочный ремонт дорог в Башкирии велся нецелесообразным способом. Определенным образом рассчитав и оценив ситуацию в этой области, Морзаев нам сообщил, что при ремонте одного погонного километра дороги и дефектности на 60%, я имею в виду ямы, стоимость этого ремонта обходилась примерно в 4,8 миллиона рублей. И каждый год возобновлялось снова. То есть, год проходит, как говорит Хабиров, снег сходит, на том же месте снова яма. У всех всегда были вопросы, ну как же так, ну вроде в прошлом году же ремонтировали елки-палки, 4,8 миллиона рублей вбухали вот в этот километр, снова ямы на том же месте. У Тимура Рафисовича была железная отмазка, повышенная нагрузка на дорожное полотно. Вот у него везде была повышенная нагрузка, и на аэропортской трассе, и в последнем переулке в Нижегородке. Ямы появлялись снова. Работа всегда была. Каждый год 4 миллиона 800 тысяч с каждого километра снималась и Клаус Карман. Так вот, господин Морзаев утверждает, что оказывается существует иная технология, и называется она восстановление изношенных слоев. Стоимость работы одного километра при стопроцентной замене этих слоев составляет 3,5 миллиона рублей. Несложный подсчет говорит, что на каждом километре господин Морзаев сможет экономить 1 миллион 248 тысяч рублей. Более того, Алан Викторович утверждает, что при применении технологии восстановления изношенных слоев гарантированно будет эксплуатация каждого километра дороги 2 года, а возможно 4, то есть от 2 до 4 лет будет держаться вот этот ремонт. Морзаев заявил, что по его мнению эта технология может рассматриваться как приоритетная. Тут я просто вскочил, вскричал и подумал, что боже мой, но неужели вот наконец-то нашли в правительство умного человека, который сделал пускай и очевидное, но громкое публичное открытие и теперь уже никуда от него не деться. Хабиров характеризовал это открытие так, что если цитирую Хабирова если эта позиция выверена, надо вводить ее, а не рекомендовать. Мы договорились к 15 июня работы по ямочную ремонту закончить. Морзаев был вынужден подтвердить, что закончит к 15 июня. К 15 мая Хабиров повелел ему сделать промежуточный доклад о выполнении 50 процентов работ. В общем, конечно, непростая задача стоит перед Аланом Викторовичем, но учитывая его способности в области критического подхода к сложившейся ситуации, я думаю, что перспективы у него вполне себе имеются. Завершающий доклад оперативного совещания он был посвящен ситуации на рынке труда. И снова на арену была выпущена Ленара Хакимовна Иванова, которая сделала, на мой взгляд, самый скандальный и самый безобразный доклад на этой оперативке. Начну с цитаты. Каким образом госпожа Иванова характеризует ситуацию на рынке труда именно сейчас? Сейчас, когда сотни и тысячи предприятий закрыты, люди сидят без работы, Ленара Хакимовна характеризует эту ситуацию следующим образом. Ситуация на рынке труда не проявляет особых сбоев. Конец цитаты. Вот так вот, да? Уровень безработицы 1% на 7 апреля, число безработных 19 тысяч 800, а вакансии у Ленара Хакимовны аж 39 700. Это какой-то рай на земле. Наверное, лучшая ситуация только в Северной Корее. Но Ленара Хакимовна утверждает, что мы, наверное, даже круче, чем Северная Корея. И дальше случилось то самое безобразное, о чем я говорю. Иллюстрируя ситуацию на рынке труда в Башкирии, Ленара Хакимовна сообщила, что она порекомендовала 60 тысячам предприятий в Башкирии зарегистрироваться на портале Работа в России, подать там данные об увольнении, состоянии работников, и, исходя из этого, она решила проанализировать ситуацию на рынке труда. Так вот, из 60 тысяч предприятий, которые она попросила, а это вовсе не все предприятия Республики Башкортостан, их несколько сотен тысяч. Так вот, зарегистрировалась там всего 6 тысяч. И на основании данных, которые предоставили эти предприятия, не факт, что они еще достоверны, Ленара Хакимовна заявляет, в Башкирии уволено всего 1962 человека, 8400 работают неполный день, 17742 на простое, 1272 человека всего на 4-миллионную Башкирию отправлены в отпуск без содержания, и 33,5 тысячи человек работают на удаленке, что совершенно непонятно, как это все выглядит. Понимаете, это происходит какая-то безобразная, отвратительная картина в том смысле, что Ленара Хакимовна на глазах 4-миллионной республики манипулирует, джонглирует цифрами так, что пытается нам показать уровень безработицы на примере всего 10% от тех предприятий, которые она попросила зарегистрироваться. То есть, вот эти цифры, которые она назвала, надо умножать даже не на 10, а скорее всего на 30. На мой взгляд, и по моим ненаучным подсчетам, которые я, в отличие от Ленара Хакимовны, не смею заявлять как достоверное, около миллиона человек пострадало сейчас на рынке труда. Ленара Хакимовна считает, что всего 62 тысячи. и что ситуация на рынке труда не проявляет особых сбоев. Вот это, конечно, жуткое очковтирательство, оно, во-первых, сразу же вызывает вопрос, ну, какого черта мы много лет подряд содержим вот эту тетеньку, причем содержим ее очень неплохо, дорогие японские автомобили, бесконечные поездки за рубеж, причем Ленар Хакимовна может позволить себе поехать за рубеж в компании 40 и более людей. Вот это все мы обеспечиваем ей для того, чтобы она нам рассказала, что ситуация на рынке труда не проявляет особых сбоев, чтобы она на основании 10-процентного опроса заявляла об общей ситуации на рынке труда и цифры с 6 тысяч предприятий представляла как ситуацию по всей республике, за это мы все ей платим. Окончательно, чтобы иллюстрировать деятельность госпожи Ивановой, я скажу такую вещь. На прошедшей неделе был подведен итог в области занятости за последние три года, фундаментальный расчет, и выяснилось, что Башкирия занимает внимание 85-е место из 85 в этом антирейтинге по количеству сокращения рабочих мест. За последние три года Башкирия потеряла 77 тысяч рабочих мест. Ленара Хакимовна утверждает, что на рынке труда у нас все более чем прекрасно. Вот этот диссонанс, вот этот разрыв между тем, что говорит эта женщина и тем, что на самом деле мы видим за окном, на самом деле это пугающая история. В такой ситуации, в которую мы сейчас попали и в экономическом, и в эпидемиологическом смысле, любое вранье власти, это не просто отвратительно, это еще и опасно. Когда врет Забелин, это опасно для жизни. Когда врет Иванова, это опасно для жизни. Вот на это нужно обратить пристальное внимание. И вот с этим нужно сейчас самым тщательным образом начинать работать. И в завершение хочу от себя кое-что сказать нашим зрителям. Я очень благодарен всем, кто пишет, комментирует, лайкает наш канал. Прошу и продолжать это делать, и комментировать, и лайкать, и репостить в социальных сетях. Это очень нужно для нашего канала. В условиях вот этой самоизоляции мы видим, насколько возрос интерес к объективной информации, которую мы стараемся давать. Также мы не отменяем своих регулярных просьб. Если у вас есть возможность, помогайте, пожалуйста, каналу. Мы тоже находимся в такой же непростой ситуации, как и все. И в плане поддержки технической составляющей канала, тем более, что с технической точки зрения все стало сложнее. Затраты наши не уменьшились. Если можете, поддерживайте канал материально. Мы показываем там и счет карты, и наши все контакты. В общем, будем на связи, будем стараться делать все регулярно. Спасибо, всем пока, будьте здоровы, по возможности сидите дома и не болейте.